телефон предательски отключается чё я хотел сказать на самом интересном месте следующая моя цель выставить носик чувачка по отношению к ловке чтобы он близко был чем ближе тем лучше тела летки толстые летом 110 120 номер во первых чтобы не погнулась тут ничего потому что было такого поставлю 90 номер чуть-чуть что-то там где-то зацепила на пусть прогнется то стоило меньше шансов погнется дальше надо быть отрегулировать это показать расстояние носика при крайней точке чтобы там дальше или ближе потом не надо будет и отрегулировать высоту его и посмотреть как она пускать что с ней там будут я сбил надо будет отрегулировать эксцентрик подъема толкателя пробежать пробежение ткани очень силы регулировки они так выматывают когда особенно я говорю когда это не каждый день делаешь да то есть регулировать приходится много чего так полном масштабе машинку разобрал потом собрал когда все расстроено что-то одно расстроилась это одно да смотришь тут все нормально тут одно когда все ты набрала либо опять это очень выматывает чисто нервно потом надо будет собрать эту верхнюю крышку шпылемоталку отрегулировать а там тоже есть что отрегулировать что там регулировать где эта штука находит не просто но высоту прижима нитки во время шпулемоталки потому что есть чуть чуть ниже это пониже шпульки мотает и чуть-чуть сейчас вот эту штучку вот так она то стоит чуть выше чуть ниже тогда она неправильно мотает дети не попадая в кадре все это регулировать надо и это очень выматывает очень поставил машинку чтобы себе напоминать и не так как нужно сделать хотя и не факт что эта машинка правильно настроена лучше вот эту штучку неправильно поставил тут на каждую вчера забыл как поставил неправильно потом переставлял забыл как вставлять вот эту штуку тоже тут чуть ли не молотком забивал опыт после того руку надо набивать поставить ты работал сварщиком на конвере на ван ремонт на заводе ушел на уйдешь на месяц на 25 дней там на 30 дней приходишь же по-новому учишься сварщиком быть потому что рука у этот забывает теряется все по-новому получается все по-новому так тут вроде бы все ну я вам это все опять говорю не буду я снимать все это потому что это очень нервы это очень время немного уходит все это настраивать очень много уходит времени все проверить вот эти вот зазоры тут тоже тут надо будет все это будет проверять вот эти зазоры потом надо будет взять я уже принес двигатель валяется по столу беленький такой на эту машинку это уже надо будет почистить разобрать почистить коллектор смазать подшипники и может быть я сниму отдельный видео по на эту тему как это все буду разбирать там собирать и буду опять косячить опять смеяться надо ну вот такая вот работа такая вот работа по поводу подготовки давайте как-то когда придешь к человеку сезжая машинка скажет отрегулирует что-то там болтик пинтик подкрутил там подкрутил то что машинка грязная это тебе не интересует грязная человек сам виноват надо держать чистоте когда ты на машинку делаешь на продажу это другое дело машинку нужно вырезать хотя некоторые не не интересуются этим как машины продают там автомобили перекупы привез там за границы садик там поменял там где-то масло может поменял какой-нибудь фильтр поменял и все можно не мыть ее не внутри не снаружи не тому что топливники какие-то воняют болотом или еще что-то под коврик подымешься там наверно дохлые мыши валяются никого это не интересует чисто внешне так пока помыл и все я получается как если бы разок купил автомобиль за границей его полностью разобрал двигатель полностью разобрал ходовую полностью вынес салон потом это все почистил где-то заменил все это назад поставил двигатель поставил все поменял там двигатели там вот это что-то подобное я делаю с машинками она мне тоже не нравится но это не могу по другому не знаю как грязную машинку продавать ну не знаю я как грязную машинку продавать я не знаю я друзей такого не терплю когда люди ну то что там мне машинку продают а я понимаю что люди продают там расписываюсь там стоит там в гараже стоит там на шкафу лишь бы место не занимала они не понимают и лишь бы не испариться но эти понятно ну когда я мастер я ее продаю я как бы расписываюсь за нее что она вам приедет она будет вам шить вам не надо будет у меня лазить я стараюсь так сделать не знаю получается не всегда может бывают и косяки как-то привез машинку и оказалось не отрегулирован пока туда-сюда 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 и вроде бы настроил по центру а потом начал настраивать видимо что-то другое настройки сбились я не заметил и привез машинка иголка не по центру а у меня нет ничего инструмента с собой было стыдно очень вот такое бывает тоже в общем если что-то хотите узнать пишите как отрегулировать право влево там чтобы по центру было во время этой этого была русского мастера есть там хорошо показано где какой рычаг поднимать у нас уже такой есть специальный крючок тут поднимаю тут винт отпускаю там в рычаг отверточкой нажал туда-сюда вверх-вниз этот регулируется но у него в этого мастера все это подробно рассказывается я не буду снимать такой виде все дальше будет надо будет еще аутурт надо будет регулировать чтобы вам на нуле рейка продвижения была согласна месте хотя вот так поднималась опускалась чтобы ткань не двигалась потом надо будет отрегулировать еще вот этот рейку продвижения когда на шелке или какой-то вышивки режим на режиме вышивка чтобы она не заходила выше зубчатая река не заходила выше пластины то есть этого начинается как выставить высоту зубчатой рейки здесь есть три режима вышивка шелки нормальный то есть начинается с шелк вышивки на море выставляется чтобы зубчики были почти в ровень и таким образом не задевали ткань не продвигали во время режима шелка не то чуть-чуть там выступает чтобы продвигать шелк норм это уже как получится то есть ориентируюсь я на режим вышивка на него то есть он не должен задевать ткань режим шелк должен задевать ткань чуть-чуть чуть-чуть так там еле-еле эти зубчики выгодают а нормал это же какой какой уже получится тому же все равно она поднимается чуть чуть больше и любом случае она продвигается в общем так я делаю потом еще будет вот это настроить делаю уже до завтра до вечера или нет все это тяжело очень тяжело лапок нету хороших есть такие лапки у них тут как бы канал к посередине для зигзага когда съешь на них зигзаг и он не застряет потому что он может как бы зигзаг это цепляться если особенно густой зигзаг цепляется и как бы не дает ткани продвигаться когда канал к есть он продвигается хорошо но у меня таких уже лапок нет даже для себя когда машинку продаю я комплектую уже стараюсь скомплектовать все машинки каким-нибудь количеством лапок какие есть там такая обычная одна там еще какая-нибудь еще какая-нибудь лишь бы было несколько лапок какой-то там перечень магазина идет у них там перечень лапок 10 или что-то у меня хотя бы сколько то потому что те машинки которые я покупаю не всегда идут вообще хотя бы с коробкой коробочка коробочка коробка и той которые на которой машинка стоит вчера вы доделал ножки при винте вот эти вот зажимы для двпшки окрашена все будем на ней это стоять так краска будет на водной основе купил помещение можно было красить хотя она не такая чтобы на истирание гвозди не забивать хотел так вот только сегодня отдал машинку а там краска из баллончика было тоже качество отвратительное рукавом класс к краской баллончика покрашен этот деревянный поднос рукавом так потрешь и стирается краска нашу это такое и краска это же там она предназначена для того чтобы еще светлую лаком покрасить она уже готова и применение то есть покрасила нас глянцево блокировать не надо стирается рукам воли мады и украины тоже мады и не тренинг только разливает украине там написано было что надеваю в украине как она сделала не знаете отвратительное качество просто вот эту штуку еще надо будет покрасить какие-то сколы не знаю что вот это делать молотком вот так вот забивали и она не залазил сколы молотком кувалды били по ней не знаю но это не я это предыдущий закрасить купил краски зебра беленькой попробую попаду в цвет не попаду не знаю больше разговаривать чем дело да тут тут уже вчера настроил так чтобы турника шло потому что иногда болтается вот это болтается вот так сделал туго чтобы не сбивалась то что бывает так видно да бывает вот эту операцию переставишь вместе с этим и это уходит куда-то и потом у вас нитка иголка не совпадает я сделал так чтобы вот эта штучка была туго еле-еле и можно было перестали чтобы она случайно 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 вместе с этим рычагом не уходила куда-нибудь не в ту сторону даже если заденешь пальцем вот так вот если ее заденешь она на месте стоит нужно туго стоит тут началька все нормально то то есть и на подолка 142 надо вот такой же человек на себя или тебя не помню уже батарейка жалуется хватит я уже устала дай мне покушать и отдохнуть и так далее ладно не буду я снимать видео как это все делаю очень тяжело и долго долго я буду сидеть еще тут долго все спасибо до свидания спасибо